Добро пожаловать на мой канал! Спасибо и приятного просмотра! Я не знаю, есть тут у них топ или нет? Да, у них есть какой-то топ. Я тебе скину ссылочку. Давай. Можно по нему пройтись, обсудить. Идея, мало что видел из этого. Сейчас. А где ссылку посмотреть? Я тебе кинул в Телеграм. Ага, да. Это как топ перестрочного, постперестрочного кино типа, да? Кино перестройки 90-х. Топчик. Сеть 98 фильмов. А как их по рейтингу? Так. А давайте сейчас я попробую это сюда вывести. Секунду. Сейчас мы попробуем это. Наверное, если там другая ссылка, то скиньте в чат. Потому что мне ссылку не скинули, мне сказали, что это, что это типа, что такое есть, но никто ссылку не кинул. Захват окна. А есть статья главной фильма перестройки 90-х? Ой-ой-ой, у меня-то все поплыло. И моя камера пропала. Сорян, я не слишком хорошо это у меня вижу. Нажало, все сломалось. Да-да-да. Ну ничего. Вот так, да? Вроде должно быть нормально видно. И нас тоже. Брат на первом месте. Ну. Ожидаем. Это у тебя там стреляют? Да. Все. Брат на первом месте. Потом Бандитский Петербург. Ну, кстати, вот это я не очень понимаю. Ну и не знаю. Халлон Лен 53-го. Человек с бульваром Капуцинов. Курьер. Кинза-дза. Потом Облакарай. Делали обзор, да, на это. Ну, не знаю. Вот, опять же. Почему человек с бульвара Капуцинов так ценится? Мне кажется... Я его не видел, честно признаюсь. Окей. Защитника вот этого Седова я даже не смотрел, честно. Не буду врать. Покаяние, да, клевый фильм. Покаяние, да, клевый фильм. Все будет хорошо. Не видел. Все будет хорошо. Ну, кино точно не для верхних строчек, списков. Так же, как и ты у меня одна, кстати. Пишут Академия ФСБ из Геликов салютуют. День такой особенный. Нет, я говорю, что пишут в чате, что Академия ФСБ из Геликов салютуют. Ну, день чекиста. Так, сейчас мне пришел, значит, донат, а еще раз от Анонима. Чем-то этими таймами Потапов по городу кабанчикам напоминали осенний марафон. Только там герой мечется, потому что Virgin, а Потапов потому что чад, да. Да, я согласен, что Потапов супер чад. Вообще нужно сделать мем с Потаповым, где он там, не знаю, говорит, посмотрим-те. Вот. И сделать вообще стикеры такие с Потаповым. Супер. И отвечу на вопрос Мангустова. Антон, коллекцию удалось ли перевести? Моя коллекция сейчас находится у моих родителей. И мои родители периодически могут мне послать посылки. И мне пришло недавно вот 40 кассет. Так что постепенно я их хочу переслать. Но это стоит денег, опять же. И если у меня были деньги, я бы быстрее ее перевез. Донать тебе, короче, и Антону, чтобы у него были деньги. Господа, это важно. Да, деньги вообще очень много чего делают. А еще я хотел попросить анонима. Просто можно в чат или в телегу или где-нибудь написать 100 рублей, но на какой фильм-то мы их добавим. Вот. Или если... То есть можно не донатить повторно, я имею в виду в чате просто написать, на какой фильм-то 100 рублей мы еще можем добавить, которые пришли. Спасибо большое за поддержку, спасибо за вопрос. Я согласен, что Потапов в чат. В смысле не вопрос, а замечательное утверждение. Чед. Да. По списку, короче, странно. Не знаю. Типа Ворошиловский стрелок. Ну, блин. Хороший фильм, на самом деле. Вроде бы неплохой, да. Ну да, но не то, чтобы прям... Окраина. Но Краина... Вот не знаю, я бы Окраину выше поднимал. Я бы Такси Блюз выше поднимал, точно. Угу. Такси Блюз вообще, может быть, один из лучших фильмов. Да, 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 да. Особенно Сенциальный охотой я бы точно поднимал выше, например. А вот Королеву Марго я вообще не вижу смысла. Я ее смотрел, да. Но, блин, камон. Город Зеро, кстати, хороший фильм. А сценический хороший, да. Все хорошие. Ты такие секции, типа, просто хватаешься. Не, ну, действительно, на меня... Ну, вопрос у меня там... Вот к фильму «Ты у меня одна». Вы помните фильм «Ты у меня одна»? Это же просто... Мыльная такая, типа, мелодрамка. Вообще, не знаю. Я не помню. Кроме того, что Сбруев там не стареет. Не знаю. Вот. Опять же, надо, наверное, будет как-нибудь составить просто список моих фильмов любимых, пристрочных. Еще я бы делил, наверное, 80-90. Я бы все-таки делил. Делал какой-то бы раздел. Да, вообще непонятно, как их сравнивать, потому что они разные. То есть, в 90-е там начинаются какие-то очень странные процессы. Они, конечно, отображаются в кинематографе. Вот здесь, на том списке, который мы сейчас смотрим, это четко видно. Там какой-то просто такой распад. Не знаю. Начинается все с таких четких, выверенных драм, каких-то понятных таких историй. И потом как-то все вот мутирует. Это как бы, по сути, можно перенести на весь кинематограф этого периода. Поэтому вот так взять, все вместе вмешать, не знаю, мне кажется, не работает. Я даже думаю, что 70-е нельзя вмешать с 80-ми. Да, нет, нет, точно, точно, конечно, конечно. Я бы даже, знаешь, ты брал первый план 80-х и второй план 80-х, потому что там тоже, ну, когда началось, ну, после пятого съезда, ну, то есть там началось все абсолютно другого. Так, я кофе налью и давай продолжим. Со следующим фильмом. Да, 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 давай. Я убираю сейчас этот захват окна и включаю слайд-шоу. Мы теперь будем говорить про первый полнометражный фильм Авдрашитова, который называется «Слово для защиты». Пока поотвечаю на вопросы. Антон, а когда будешь DVD собирать? Я не знаю насчет DVD, у меня нету к ним такой привязанности, что ли, какой-то такой любви к DVD, у меня нету. Он недостаточно аналоговый, наверное, для меня. То есть мне больше нравится такое совсем все аналоговое. Не знаю, DVD пока не болит моя душа про DVD. Но кассеты, да, я кассеты очень много. Еще я нашел ребят, которые продают кассеты. Правда, они живут на Мастебирске. Но я, например, хочу купить все кассеты Ирам Джана. Очень хочу, чтобы у меня прям была коллекция Ирам Джана. Полный Ирам Джан в физическом насилии. Полный физический Ирам Джан. Что я сказал в физическом насилии, да? В смысле, Ирам Джан это физическое насилие, естественно. Но в смысле в физическом воплощении, да. Хочется иметь все эти кассеты. После просмотра «Слово пацана», я не смотрел «Слово пацана», к слову. Вспомнился пересрочный фильм «Обвиняет свадьба» 1986 года. Смотрели или нет? Я не смотрел. Я тоже не смотрел. Извините. Не видел еще. Но я, кстати, у меня даже ее в списке, по-моему, нет. Поэтому я занесу ее в список. У меня довольно большой список. Я вот смотрел «Слово пацана» и что я сейчас подумал, что я бы хотел бы сериал или фильм про видеосалоны и развитие видеосалонов, и как они потом... Блин, у меня был такой сюжет. Расставят. То есть люди же, кто делал видеосалоны, они фактически стали потом кинопрокатчиками. И кинопрокатные компании разные пооткрывали. Ну, за счет того капитала, который они скопили. Я бы хотел вот это как-то собрать в историю. И не вот про каких-то бандосов, которые бегают, просто лица друг друга бьют, а вот именно про какое-то киноэстетство в этом плане. И вот в том числе отрефлексировать развитие кинематографа, его изменения, в том числе уход из кино, каких-нибудь тестероновых этих блокбастеров, которые сейчас уже, к сожалению, невозможны. А тогда только такие были. Вот как-то вот эту вот смену эпох передать в кинематографе было бы интересно. Странно, что все берут именно просто... У меня, кстати, пишут, что YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming. As such, viewers will experience buffering. Не знаю, сори, что с этим делать, честно говоря. Значит, что я хотел сказать. У меня был такой синопсис даже. Я писал похожий синопсис, короче, для сериала. Потом тебе расскажу, наверное, не на стриме просто. Как-нибудь поведаю. Потому что я еще надеюсь, может быть, что я что-то сниму сам. Так что... Все мы надеемся. Меня еще спрашивают... Спасибо, что вспомнил о твоих обзорах, и ты в эфире. Планируешь возрождать проект? Да, проект возрождать планирую. Сейчас мы обсудим еще парочку фильмов. Я, наверное, проанонсирую уже про следующие выпуски, когда они выйдут. Какой видеоплеер писать для просмотра кассет? Не знаю. У меня были, типа, Акай простой какой-то. Ну, типа, я не заморачивался именно с точки зрения того, чтобы прям супертехнику собирать для просмотра кассет. Я их не смотрю. Я их просто люблю на полочках, когда они стоят. Я думаю, на этом самом YouTube есть куча технических каналов, которые проанализируют, как работают. Да, 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 такие точно есть. Там ничего не будет, только плейер, но и какой телевизор для этого нужен, чтобы все это вместе скоммуницировать, все это работало как надо и придавало тот самый эффект. Поэтому, если кому-то хочется... Я думаю, что это не так и дорого сейчас будет стоить. Технически, короче, позадрачиваться то можно. Я думаю, это особое извращение. ВМ-12 прекрасная модель, еще хочу заметить. Кстати, вот это я хотел бы себе просто в качестве реоритета. Итак, вернемся к Абдрашитову. Значит, Абдрашитов снимает свою суперкрутую короткометражку. Его сразу берут на Масфильм. Он уходит из ГИКа. Все защищается этой короткометражкой, этим курсовым проектом. Значит, и он три года проводит на Масфильме. И я просто прочитал, что он делал на Масфильме. Он просто читал сценарии, чтобы найти сценарий под него. И меня всегда удивляет. Он писал там, что в интервью он говорил, что он 500 сценариев в год прочитывал, чтобы найти тот фильм, который он хочет снять. Я думаю, и вот ему платили зарплату за то, что я режиссер на Масфильме, я сижу и просто читаю сценарии три года. Это прикольно. Это плюсы, на самом деле, советской системы кинематографии. То есть ты там в большей степени творец, несмотря на то, что есть цензура, но тебе вот могут за какие-то твои вот такие вот маятула платить деньги. И ты можешь в несколько раз свой фильм переснять, как в случае с Арсеновичем. Вот это плюс. То есть там действительно была какая-то свобода в плане именно найти, что ты хочешь. И тебе за это еще... Ну, вот с одной стороны, да. А вот с другой стороны, смотри, в другом интервью, при этом тоже я хотел заметить, он пишет. Я читал все, что хранил в портфеле студии. Продолжалось это больше года. Больше года, он говорит. Я был в штате Масфильма, но зарплату, между прочим, не получал. Но я ему не верю, потому что он бы не выжил, блин, без зарплаты, не может такого быть, чтобы он зарплату не получал. Ты когда он был в штате и не получал зарплату, что это? Да, 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 ну это бред какой-то. Тоже, короче, мне кажется... Да, значит, ладно. Пока не появился в этом... Я цитирую Абдрашитова прямая речь. Пока не появился в этом потоке сценарий под названием «Кто-то должен защищать». Не ведомо мне тогда молодого автора Александра Мендацзе. Я начал его читать и раз прочел пять страниц и понял, что этот сценарий я стал бы делать. Мы встретились в старом доме кино на Поварской и отправились в буфет. Вспомнил, что раньше встречались. Вот. Та-та-та. Спасибо, уважаемый Парак. Спасибо за поддержку. Можешь в чате, пожалуйста, еще написать 50 рублей, куда мне добавить, потому что у нас все деньги идут как бы вот в копилочку на обзор. Ты можешь назвать новый фильм, какой ты хочешь. Мы сделаем вот вместо фильм номер 3 50 рублей на твой, закинем тот фильм, который ты хочешь. Будем потихонечку собирать на разные фильмы. Вот у нас уже закинули на самолет «Летит Россию», на «Колесо любви». Когда мы соберем полоску, это долго, возможно, будет, но, тем не менее, будет обзор. Где я сейчас? Я сейчас не в России. Наверное, многие знают, что я на Кипре. Это не секрет. Вот. На чем мы остановились? Сегодня меня перебрали до НАТО. Немножко сбился. Ты рассказал про... Да-да, про то, что он встретил Мендадзе. Да, и он пишет дальше. В лице Мендадзе встретил замечательного, абсолютно профессионального драматурга, творческого, крайне ответственного своего дела. Та-да-та. Вот. И каждый раз перед нами совсем стоял... Каждый раз, когда я работал с ним, перед нами стояла совсем новая задача. Я бы здесь поспорил. Вот. И вот один из картин после этого они делают с Мендадзе. То есть он все больше... Теперь дальше уже Абдрашитова, мне кажется, как отдельный творческий единис не существует. Существует только дуэт, на самом деле, Абдрашитов-Мендадзе. И, соответственно, первый их фильм – это слово для защиты. Уважаемый парак, опять же, пожалуйста, напиши в чате, просто без доната уже, просто 50 рублей, куда закинуть на какой фильм или назови новый фильм. Будем собирать. Я отвечу на вопрос про мое собственное кино чуть позже. Давайте мы начнем все-таки со слов для защиты. Уважаемый Селентьев, скажите, пожалуйста, что вы... Да. Ну, давай. Я думаю, что так как мало людей смотрели те фильмы, надо все-таки подробнее рассказать про сюжет. Да, давай. Во-первых, это, наверное, удивительно, но это в Советском Союзе снятая судебная драма. Судебная драма, которая затрагивает вопросы токсичных отношений мужчины и женщины и некоторого такого харассмента в этих отношениях, очень сильных. И, по сути, это драма и в переоценке своих отношений в рамках главной героини. То есть она досмотрит на свою какую-то жизнь, ее как-то препарирует, рассматривает. Собственно, фильм про адвоката, который защищает женщину, которая хотела убить своего мужа. И себя тоже. И себя и своего, ну, короче, сожителя какого-то. У них там, грубо говоря, не вместе. На почве ревности. И, соответственно, адвокат пытается ее как-то оправдать, как-то копать эту историю и действительно там все оказывается не так хорошо, не так радужно. И действительно мы понимаем, что эту женщину, которую она защищает, ее использовали, и эти отношения не очень здоровые. Это все, конечно же, она ретранслирует на свои собственные отношения, которые вроде кажутся идеальными, вроде кажутся каким-то, даже чересчур слащавыми. Знаете, вот в начале фильма как раз мы, ну, фильм начинается с того, что она с мужем, с женихом выбирает вот гарнитуру, значит, стеночку, вот, то есть, да, готовится к мячанской жизни. Да. И вот, видимо, это ее как-то останавливает эту мячанскую жизнь принять. Да. Ну, все заканчивает хорошо. Дают срок, но дают срок условно. И, соответственно, с этих отношений каких-то слащавых, которые не подходят, к которым, видимо, нет какой-то стрессе, есть какое-то такое, может быть, ну, какое-то сожительство. Да, видно, что... Расчет, я бы сказал, что это расчет, знаешь, типа, что это расчет. Да. Вот, скорее такой. И она убегает, причем убегает на очень важном образе, который потом будет повторяться из фильма в фильм, и даже фильмы так будут завершаться на поезде. То есть, мы впервые видим, собственно, в рамках фильмов поезд, в который люди садятся и уезжают, и поезд становится очень важным потом фигурой всех фильмов последующих. Вот, вот этот сюжет, как по мне, довольно круто сделанный, круто спаянный. Психологическая драма, женская драма, вообще, что кино про женщин, о какой-то женской судьбе тогда снимали, снимали мужчины. Вот, это для меня открытие. То есть, я не думал, что такие фильмы вообще могли быть в Советском Союзе. И это вообще удивительно, что реально токсичные отношения, как сейчас бы их показали, так они и там показаны. Реально вот женщина, как бы, в общем, очень фемистически он ощущается. Еще, ну, что чисто технически мне кажется интересным, что там у него постоянно движущаяся камера, он прям, ну, я не мог это вот не заметить, каждый кадр он начинает, ну, статично, потом камера куда-то движется, а заканчивается на статике. И потом, то есть там вообще нету ни одного вот такого просто статичного кадра, что тоже потом будет много у Абдрашитова, у него постоянно камера движется, в каком-то движении находится. Это довольно любопытно просто, он выбирает это просто как постоянный такой свой язык. Вот. На слайдах это сложно показать, но то есть там действительно вот кадр, он продолжается всегда, то есть он начинает с чего-то, куда-то нас доводит и останавливается, куда-то потом опять нас ведет. И так далее. Это же этот, господи, Янковский же, да? Угу, угу. Вот, да, там играет твою эпизодическую роль мужа. Как тебе показалось, персонажи, вот, ну, ты говорил про то, что женщины там и так далее, вот, тебе не показалось, что диалог в этом фильме прописан как-то странно, что ли, я не знаю, что как-то очень схематично как раз, что мне немножко не хватало живости. Это же проблема будет у всех фильмов. Типа у них в целом диалоги такие не очень живые. То есть, да, тут есть какие-то такие пространные диалоги, пространное вообще немного наигранное поведение, но мне кажется, это в целом проблема восприятия. То есть, если режиссеру кажется это естественным, если он берет эту картину, то, видимо, он хочет, чтобы это было так показано. Вот, поэтому диалоги меня не смутили. Мне понравился момент с едой, типа, когда они начинают есть, и к ним приходит вот этот муж, чтобы разобраться, как можно помочь. Первый раз, когда она с ним, собственно, встречается. И, как бы, вроде так, по-не-посторону человека пригласили домой, он садится с ними за стол, и это очень такая неловкая пропитанная сцена. Прямо ты чувствуешь эту неловкость вместе с персонажами. Очень он раздражает. И хочется скорее, чтобы он шел. Когда он уходит, ты так немного выдыхаешь с ними. Кстати, этот актер, который играет вот этого как раз пострадавшего, значит, которого чуть не убили, он такой мерзотный, он как раз, мне кажется, условно говоря, Потапов, если сравнивать с этим приспособленцем. Надо открыть, кстати, страничку, я забыл, как его зовут, к сожалению. Значит, его зовут Федяев. Вот, да, Федяев, короче, это Потапов в худшем как раз вот своем образе. Он сначала тусил с одной барышней, которая ему помогала деньгами, помогала ему с карьерой, с институтом, потом он, короче, ее бросил, потому что появилась другая, с более подходящей жилплощадью. И вот он, такой приспособленец, как раз неприятный приспособленец 70-х, он прям мерзотный. Вот, в этом фильме, мне кажется, актер, который играет, да, Федяева, собственно, Люпшин, да, все верно, он сыграл лучше всех вообще. То есть, меня очень смущало то, что персонажи Яцкина и не еловый, что они такие прямо какие-то, как роботы, немножко неживые, и они скорее функции исполняют. То есть, они скорее не развиваются естественным образом, как персонажи, а они скорее такие прямо очень, ну, как бы персонаж-функция. В этот момент мне нужно делать это, чтобы двигать сюжет. Та-та-та. И как-то я им не очень поверил, а вот, да, Федяев, он прям вызвал самые яркие эмоции. Такой мерзватный чел. Ну, мне больше интересно какой-то такой психологизм тонкий, который мне показалось им получилось передать в рамках ощущений женщины. То есть, что вот этот вот адвокат, она как бы страдает, как бы вот это все страдает вместе с это, не страдает, а переживает все это вместе с своей подзащитной, и тем самым выстрадывает как-то свои отношения. Вот этот вот такой психологизм, он там очень так тонко передан, и мне кажется, вот это на передний план, а все остальное уже не очень важно. Не очень, как бы так уж и принципиально, как это сложено. И, конечно, тема как бы по закону поступить, а как бы, конечно, по совести поступить. Вот тут она начинает играть. То есть, у нас есть законы, и надо как бы их соблюдать, и неважно, надо как бы оторваться от всего, как бы в букве закона соответствовать. Но есть какие-то вот человеческие переживания, и ей, как такому она молодая, типа специалист, все это тоже сложно дается. То есть, сложно совместить какую-то холодность, не быть с этой женщиной, которая оступилась. Ну, вот это, кстати, тема как раз, да, что по-людски или по закону, это классика вообще, мне кажется, для всех фильмов в дальнейшем. И мне кажется, что тут же очень хорошо еще показан, показана, как сказать, готовность адвоката, то есть, вот, персонажа Яценко, правильно я говорю? Яцкиной, сори, персонаж Яцкиной. Нарушать закон, фактически, ну, типа, или, ну, хотя бы не нарушать, но делать морально, как бы, странные вещи, в том смысле, что она едет к пострадавшему, чтобы и на него повлиять, и надавить ему, сказать, типа, нет, давай ты будешь помягче. Она же едет потом к нему домой, помнишь? Да, да, ну, здесь как бы тоже ее мы тоже оправдываем, потому что он до этого приехал к ней, что тоже, наверное, не совсем корректно, поэтому, как бы, то, что она к нему едет, тоже кажется, ну, адекватным, там, конечно, такая тоже неприятная сцена, он, как бы, начинает себя мерзко вести, с другой, с одной стороны, мы, ну, мразь, но они тоже с ним так ненормально поговорили. Ну, да, 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 то есть он, как бы, вроде бы ерничает, и как-то, типа, мерзко себя ведет, но, с другой стороны, он, вроде бы, до этого приезжал и с кем-то, хотел тоже помочь, и она как-то отказалась, тут тоже так все, 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 все на, на двух вот этих вот чашах висит, и непонятно, кто прав, кто не прав, с кем быть. И вот мы с вами сейчас, мужик пострадал, то есть его могли убить, то есть... Ну, он мог бы умереть, да, сдохнуться глазом, он мог бы умереть, какие-то оправдания, вроде бы, тут нету, но, в общем, в общем, вот именно вот это вот такое вот, у тебя перекатывание внутри, вот это такое вот серое, а не черное и белое мораль, серое ощущение от всего происходящего, вот оно, как круто, то есть здесь очень тонко это выдержано, и это, знаете, как в советских фильмах, обычно вот типа, вот хорошие, вот плохие, вот тунеядцы, вот как бы работники, то есть нам четко говорят, вот туда болеть, вот этих ненавидеть, тут как бы такого нету, тут мы как бы и женщину это оправдать не можем, которая достаточно пассивно и все принимает, и какой-то терпиво играет, да, она тоже противна в своем вот этом терпении, бесконечной какой-то такой... Да-да-да, жертвенность такая, я все ради своего мужика сделаю, даже если он ушел к другой, но я типа все равно, короче, покорная, я не буду его никак, выгораживать, я хочу получить наказание, отсидеть миллион лет и все такое. То есть она тоже вызывает, как бы, некоторое раздражение, то есть она, не знаю, мне она неприятная, и он тоже неприятен, и ты как бы не знаешь, за кого болеть, и у тебя такая серая эта, и эта еще дура ходит, мучается, еще не знает, что своим мужиком делать. И адвокатеса тоже мне неприятна, потому что она такая, ну что тебе нужно, нормальный же парень, янковский. И ты в конце, когда они едут на этом позе, ты, ну и хуй с тобой, уехал и уехал. Ну и слава богу. Сидишь тут что-то, это самое, реально, янковский, шикарный мужик. Главное, ну она же должна понимать, что как бы, ну у нее дейтинг-пул, уже как бы все уже и уже, как бы уже нормального, нашла себе парня, нет, она сохнет по какому-то институтскому другу. И вот здесь мы как раз возвращаемся к тому, что на экране, и это интересно, что именно эту сцену хотели вырезать, когда, ну, люди посмотрели из аппарата, значит, из мотосфильма, и цензурная комиссия, они хотели вырезать именно вот эту сцену, вот мы видим, это слайды, там такая ситуация, где, собственно, адвокатесса Яцкина и Янковский, значит, пригласили друзей институтских, и они смотрят вот эти вот старые слайды. И как раз это тот один из поворотных моментов, когда адвокатесса наша понимает, что типа, вот, конечно, Янковский там на слайдах веселый, но вот тот вот другой мужичок, вот он был, короче, намного круче, чем он, мой нынешний жених. И там возникает вопрос, а где он сейчас? Никто не знает, собственно, куда делся этот ее возлюбленный с тех пор. И как раз эта сцена, вот в ней начинает процесс переворота, да, вот этого, то есть вот этого внутреннего экзистенциального какого-то переживания, что вот на самом деле она не с тем, кем ей нужно быть. Хотя там и говорится, что Янковский-то хорошо зарабатывает, что он типа нормальный мужик, не пьет особо, то есть вот этот самый гарнитур хочет купить в кредит. Вообще лапочка во всем, то есть такие идеальные. Но она смотрит на эту вот женщину, которая страдает из-за своего в любви. Понимаете, что как она сильно любит, она завидует, что она вот испытывает такие эмоции. Не так любит, не так любит, не так любит, да, хотя все это лишь слова, понимаем какие-то тексты. Нет, самое же смешное, что такая она, ну то есть какой у нее логический ряд должен быть. Вот я как-то очень люблю мирно, как-то очень спокойно люблю этого Янковского, у нас нет какой-то страсти. Вот. Потом такая, а вот у этой женщины, смотрите, какая страсть. Вот. И такая, и мне как бы в голове не складывается то, что из-за этой страсти она чуть одного как бы мужика не убила, а потом еще в стеряточку как бы попала и ей грозит срок. Вот. Может быть страсть такая, ну как бы, она должна задуматься как бы к чему приводит. Не нужна. Вот это какое-то фомо, опять же, типа надо фиксировать то, что есть. Все, типа у тебя выпал Янковский. Типа все, дуго с ним. Не надо как бы стараться думать, что сейчас вот поет. Тебе и так как бы уже вариант хороший. Типа если брать номер, это лучше, чем... А сейчас тебя так ненароком отменят феминистки из Твиттера, короче, потому что такие разговоры, что типа нужно фиксировать как бы это самое. А что, часики тикают? Да, 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 классика. Меня вчера уже на стриме феминистки какие-то отменяли. Какая-то женщина пришла. Ну что поделаешь. Ну... На тот момент, я вчера на стриме смотрел этот, как его... предпоследний время танцора. Вот. И там момент был с покорной женой. Я сказал, вот идеально, вот так хочу. Вот мне Чечню поехать. И мне отписались. что я сексист. Ну, знаешь, сейчас что угодно можно сказать. Ну, в общем, да, очень сильно раздражает это подзащитное, которое отказывается от защиты постоянно. Это прям выводит немножко из себя. Вот. Значит, вот тут она, да, едет там туда. Почему у меня не все слайды загрузились? Ну, короче. В конце концов, что происходит? Происходит, значит, кстати, знаешь, почему у меня все слайды не загрузились, наверное? Это очень много слайдов. Ну, типа, он не позволяет столько слайдов. Так, много? Да. У меня, типа, их там слишком много. Значит, да, она в итоге свою подзащитную все-таки вытягивает. И ей дают два года условно. но этот процесс нашей героини, значит, настраивает на то, что так, у меня теперь не работает, слышу, не работает. Что ей придется уйти от своего жениха, от своего Никовского. И вот в моменте, когда она провожает отца на вокзал, она вместе с отцом уезжает, соответственно, на поезде вдаль, в непонятно куда, на самом деле, непонятно зачем. Потому что по факту она уезжает не только от жениха, она от карьеры там в том числе уезжает. Вроде как у него успешное дело только что. В общем, не знаю. Странное решение. Странное решение. Но, наверное, как раз Абдрашитов с Миндадзе так и планировали, что, типа, мы не дадим вам какой-то один ответ на этот вопрос. Вот, пусть будет такое странное решение, типа, и все окей. Вот. Так что, не знаю. Скажи, отличная драма. Ты в целом как оцениваешь? Отличная драма. Наверное, из ранних работ самая впечатляющая какая-то, тем более, это дебют, по сути, полнометражный. Мне кажется, они круто начали. И, если говорить про следующий фильм, то он для меня не был таким мощным, как этот. Этот мне показался поинтереснее. Вот. Поэтому мне понравилось то, что мы сейчас тоже так эмоционально обсуждали. Тут столько нюансов, столько красок возникло. Это делает этот фильм глубоким восприятием в своем каком-то таком теме, который поднят. И то, что вообще, опять же, судебная драма в Советском Союзе снята. Это интересно. Там интересно то, что прокурор такой тоже довольно добродушный. мне очень понравилось то, что прокурор, который сейчас на кадре у нас, значит, он такой, да, я понимаю, конечно, может, оступилась, может быть, мы не будем ей срок большой добавлять. То есть, очень такой человечный прокурор, мне показался. тоже забыл. Ну, система вообще показана человечной, то есть, то же, что интересно, обычно всегда судебную систему как холодно показывает, а тут, как бы, что все хотят помочь, как то, что человек, то есть, вообще, сама ситуация, что человек, которого обвиняют, не хочет, чтобы мы помогали, она интересная сама по себе. Да, еще параллельно, ребята, отвечу на вопрос, какие интересные книги про историю перестроечного кино. Я очень советую смену вех книжку. 90-е, 80-е. Это, по-моему, выходило... Да, в 2021 году вышла книжка. Посмотрите, смена вех отечественное кино середина 80-х, 90-х годов Богомолов, Мукусуев, Журкова. Вот, смена вех отечественное кино середина 80-х, 90-х годов. Клевая книжка. Очень прям советую, мне она очень понравилась. Я даже, наверное, в чате могу скинуть интересное название. Вот, хорошее. Вот, прям, из того, чтобы я активно очень советовал бы. Сейчас найду чат и скину. Да, и пока я ищу чат, я еще расскажу историю. Вот, там сцена на перроне последняя, когда они снимали сцену, когда, собственно, господи, сейчас не дощелкаю никогда в жизни, ну ладно, в общем, давай. Много слайдов прям сделал. Я почти каждый кадр, да, вообще, просто я боялся, ну, типа, я не хотел показывать фильм, но мне хотелось, чтобы мы как-то это иллюстрировали. В общем, когда они стояли уже на перроне, снимали последнюю сцену, где наша героиня, значит, уезжает с отцом на поезде в никуда, соответственно, Янковский провожает их на перроне. Вот, я кинул в чат, если что. Значит, да, провожает на перроне и на, прямо на перрон, на платформу прямо, то есть заехал, автомобиль такси. И он чуть не сбил Янковского. Это тоже из воспоминаний Абдрашитова, я вот рассказываю. И, соответственно, после того, как они все сняли и, в общем, немножко в шоке оттуда ушли, вот, потом выпили и все такое, значит, они с Миндадзе начали разговор про то, что, типа, представляешь, вот сейчас бы Янковского убило, короче, машиной, сбили бы вот, типа, такого хорошего начинающего актера, вот. А какая бы хорошая у него была бы карьера, вот, та-та-та. То есть, это было сказано и на основе этой штуки они подумали, а давайте мы напишем сценарий про что-то подобное, где, вот, жизнь рушится из-за несчастного случая с автомобилем. Ёбнём. Субтитры создавал DimaTorzok